Я не буду говорить о большом количестве проблем. Средоточусь на одной проблеме более подробно. Это проблема о четырех красках. Понять ее достаточно легко любому, даже школьнику. Для этого достаточно взглянуть на политическую карту мира, и мы увидим, что на ней все страны раскрашены в разные цвета, так, чтобы соседние страны не сливались, чтобы можно было четко различить границы стран. Но стран достаточно много, у нас красок разнообразных не так много, и поэтому некоторые страны приходится в один и тот же цвет красить. Более подробно можно увидеть, скажем, на политической карте Европы. Вот мы видим, что некоторые страны покрашены в один и тот же цвет. Возникает вопрос, сколько нам всего минимальное количество цветов необходимо, чтобы такую раскраску осуществить? На имеющейся карте или на какой-то вымышленной карте, потому что карты могут измениться. Не только политическая карта, это, например, можно увидеть и на административной карте России, когда каждый административный округ, республика, край покрашен в свой цвет. Или вот внизу вы можете увидеть здесь карты часовых поясов. Тоже каждый часовой пояс покрашен в свой цвет, так, чтобы соседние были покрашены в разные цвета. Ну вот давайте представим, что у нас есть некий вымышленный мир. Карты, которые мы не знаем. Границы постоянно меняются, идет непрерывная война. Мы хотим заключить мир. Для этого нам нужно, наконец-то, политическую карту нарисовать. Ну, вымышленный мир, может быть, не такой пока технологически совершенный. Количества красок у нас мало. Мы хотим понять заранее, сколько нам нужно красок, заключить мир. Пока мы пытаемся это сделать, война продолжается, границы меняются. И заранее мы точно не можем сказать, какая же у нас будет карта. Простой вариант, когда все страны объединятся, границы не будет. Поэтому в данном случае будет достаточно один цвет. Это легко понять. Если у нас есть как минимум две стороны граничащие, уже одного цвета недостаточно. Когда же достаточно два цвета? Самый простой пример, который мы знаем, это шахматная доска. Она разукрашена два цвета. А какие еще возможны? И когда это вообще можно сделать? Вот, например, в таких случаях, когда, скажем, некая область или даже плоскость разделена прямыми, проходящими от одного края до другого. Или, в общем случае, прямыми или кривыми, которые идут, допустим, кривая от одного конца до другой. Или замкнутые кривые, но не имеющие общей границы. То есть, скажем, можно провести по одной из существующих границ, а потом продолжить дальше. Вот так нельзя делать. То есть, только когда имеются такие простые пересечения. В этом случае достаточно два цвета. Ну, вот на примере прямых можно посмотреть, почему это достаточно. Если у нас есть изначально одна область, мы можем провести прямую. А одну из двух областей покрасим, скажем, серый цвет. Проведем вторую прямую. На деле тоже область на две части. Одну из частей, или верхнюю, или нижнюю, можно все цвета ниже в этой части перевернуть. Серый сделать белый, белый серым. И уже будет раскраска такая, как им надо. Соседние области покрашены в разный цвет. Ну и в общем случае, если у нас уже какой-то большой рисунок есть, мы проводим новую прямую. Ну, вот она жирно здесь обозначена. И снова выбираем. Ну, вот я выбрал специально более сложный вариант нижнюю часть. И переворачиваем все цвета. Серый на белый, белый на серый. И получаем раскраску требуемую. Таким образом, такие рассуждения, они называются рассуждения с помощью математической индукции, можно убедиться, что два цвета в таких случаях достаточно. Два цвета уже в общем случае явно недостаточно, если у нас есть три, скажем, страны, которые друг с другом попарно граничат. Страна А из Б и С граничит, а еще Б и С друг с другом граничит. Два цвета здесь явно недостаточно. Ну, и в нашем мире мы видим такой пример, скажем, карты Северной Америки. Здесь недостаточно два цвета. Вот здесь страна покрашена синим цветом, она граничится с желтой. И еще есть страна, которая с ними обеими граничит. Она вынуждена покрасить в другой цвет, в данном случае в красный. Ну, и три цвета тоже недостаточно. Если у нас есть некая страна, которая окружена тремя вражескими странами, которые попарно друг с другом тоже ограничат, она вынуждена будет покрашена в новой четвертой цвет. Вот возникает вопрос. Опять, есть ли такой вариант, можно ли найти такую карту, так хитро разбить на страны, что четыре тоже будет недостаточно. И надо будет взять пять цветов. Эта задача, она достаточно давно была поставлена, про историю я еще скажу. И долгое время, несмотря на то, что она легко формулируется, в общем-то всем понятно, долгое время не решалась, непонятно было, как ее решить. Вот пример. Я про эту карту уже говорил. Это административная карта России. Здесь области разделены, Россия разделена на области, округа. Здесь вот тоже есть такой вариант, где одна область окружена. Так, сейчас я вспомню, где это находится. А вот, допустим, вот здесь, смотрите. Здесь не так, может быть, просто заметить. Тут есть несколько вариантов. Ну, давайте, нет, давайте здесь посмотрим. Здесь тоже более наглядно. Вот зеленая область, она окружена. Рядышком есть синий и красный. Они три попарно соседничают, поэтому они все в три разных цвета должны быть покрасить. Рядышком еще одна область, она ограничивает синий и зеленый, поэтому вынуждены были покрасить в красный. Вот, в принципе, вот эту желтую можно было покрасить в синий. Она граничит с зеленой, с красной. Потом снова красный. Так, а нет, вру. Все, раз, два, три, четыре, пять. Не в этом месте. Сейчас где-то еще был какой-нибудь пример. А, нет, все правильно, только не в том направлении. Давайте, вот у нас есть красный, зеленый, желтый. Мы не хотим воспользоваться пока четвертым цветом. У нас есть еще кусочек, он граничит с зеленым и желтым, значит, мы вынуждены покрасить в красный. Следующий кусочек, граничит с зеленым и красным, вынуждены покрасить в желтый. Мы не хотим пока четвертым пользоваться. То есть в другом направлении, вот так надо рассуждать. Идем сюда, здесь еще кусочек, граничит с зеленым и желтым, вынуждены покрасить в красный. А, ну да. И здесь могли бы покрасить в желтый, и тогда все было бы хорошо. Виноват. Где-то здесь был какой-то пример, я его видел, сейчас я потерял Ну вот тут не видно просто, я сразу его видел, тут не видно Вот с желтым и тут граничится, вот это можно взять как за какой-то пример Ну давайте здесь остановимся, потому что здесь слишком много Я потерял какой-то пример, где-то был наглядно очень Вот здесь вот не видно, предположим, здесь тоже граница есть И вот тут чередуется вокруг красного цвета синий-зеленый, синий-зеленый, синий-зеленый А вот здесь страна, то есть окорок он граничит с зеленым, синим и с красным Вынуждены покрасить в новый цвет желтый Здесь на самом деле еще где-то были, вот тут в мелких кусках тоже есть парочку мест Где эти, можно заметить, где трех цветов недостаточно Ну вот последний пример, потом мы перейдем уже к формальному Картафрики, также три цвета недостаточно Здесь вот мы видим раскраску в четыре цвета Вот здесь вот пример, вот здесь прям легко видеть Вокруг вот этой области Мы не хотим пока воспользоваться четвертым цветом Мы раскрасили в три, красный, желтый и вот такой почти зеленый Здесь мы вынуждены в красный, потому что он граничит с желтым и назовем его зеленым цветом Следующая область по кругу, так идем, она должна быть желтой А тут мы вынуждены в синий покрасить, потому что она граничит и с красным, и с зеленым, и с желтым Но в такой формулировке задача на самом деле хоть и понятна, но математически она пока не совсем может быть корректна Чтобы ее превратить в более корректную задачу, мы перейдем к такому понятию, как графы Для этого можно, например, сделать так Взять у каждой области или у каждой страны некую столицу Выделить ее в качестве точки В графах это называется вершина И столица тех областей, которые граничат друг с другом, соединить отрезком Такие отрезки в графах называются ребрами Здесь вот самое примечательное, что мы можем сразу же увидеть То, что нигде эти отрезки не пересекаются друг с другом Ну действительно, если вы проводите ребра, граничащие друг с другом областей То вот здесь вот вы ребро никак не проведете Потому что эти области не могут граничиться Потому что другие области граничат, и они перекрывают прямой доступ Поэтому задача сводится к следующему У нас есть некий граф, то есть вершина, соединенный ребрами Причем такой, что ребра не пересекаются Такие графы мы назовем плоские Ну или точнее данные реализации графа И требуется раскрасить вершины в разные цвета Так, чтобы соседние вершины, то есть вершины, соединенные ребром Были покрашены в разные цвета Ну вот эта задача непосредственно на слайде сформулирована Достаточно ли для этого четыре цвета? Вот проблема четырех красок спрашивает Или все-таки есть какой-то пример Такая карта может быть найдена, что там необходимо задействовать пять различных цветов Давайте сначала разберемся с небольшим количеством цветов Два цвета, мы это уже видели, но теперь с графами посмотрим Как же выглядит задача Задача здесь понятная, есть описание Когда достаточно всего лишь два цвета Граф можно раскрасить в два цвета так, чтобы соседние вершины были покрашены в разные цвета Тогда и только тогда, когда он не содержит циклов нечетной длины Действительно, когда у нас есть цикл, то есть последность вершин, соединенных ребрами Содержащих четное количество вершин То мы можем просто чередовать, например, зеленый, красный, зеленый И проблем никаких нет Если было бы нечетное число, вот здесь посередине еще бы одна вершина Мы бы не смогли в два цвета покрасить Ее пришлось покрасить в третий цвет Ну вот, часто математики так делают Для удобства, для понимания проблемы Перерисовывают графы в другом виде Этот же граф можно перерисовать вот в таком виде Такие графы называются двудольными Когда множество вершин разбивается на два множества, на две дольки Поэтому двудольные Так что в каждой дольке вершины ребрами не соединены Но при этом соединения есть между, необязательно все возможные Между вершинами из разных долей Здесь вот ребра, мы видим, что они пересекаются То есть, вообще говоря, он нарисован не плоским Но его можно перерисовать и в виде плоского Такое представление просто будет мне необходимо чуть попозже То есть, вообще говоря, мы будем рассматривать произвольные графы Где допускается пересечение Но всегда помнить о том, что нам нужно рассматривать графы Где ребра не пересекаются И по возможности перерисовывать их вот в таком хорошем виде Вот если рассмотреть сложные графы Где мало вершин, но очень много ребер Такими графами у нас будут полные графы А именно, почему они полные? Потому что любые две вершины соединены ребром То тут возникает сложность с такой раскраской Потому что ребер очень много, связи много Ну вот полный, и с одной вершиной Мы видели, как и все страны объединились Все подружились Границ нет, все замечательно Один цвет можно раскрасить А с двумя вершинами Просто две вершины, одно ребро Понятно, что здесь два цвета надо, да? Полный граф с тремя вершинами Это просто такой треугольничек будет Здесь ясно, что три цвета надо Ну и вообще говоря, в полных графах Поскольку любые две вершины соединены ребром Все вершины приходится раскрасить в разный цвет Любые две вершины возьмем Есть связь между ними Поэтому нам хотелось бы понять Какая здесь ситуация Вот, скажем, граф следующий С четырьмя вершинами Он уже не плоский Ребра пересекаются Но его можно перерисовать Вот, скажем, ребро, которое посередине проходит Можно перерисовать вот так Сбоку И тогда они будут не пересекаться То есть он, вообще говоря, представляет Схематичное изображение некой политической карты Вот возникает вопрос А вот с пятью вершинами Как мы только что заметили Нужно будет для полных графов Столько цветов, столько вершин Здесь бы пять цветов пришлось Вот, возможно, это подходящий какой-то пример Если мы можем изобразить на карте Некую политическую карту Которая бы схематично в виде графа Перерисовывалась вот в полный граф Тогда это был бы какой-то пример Но если мы попробуем Перерисовывать Ребра так, чтобы они не пересекались У нас, к сожалению, не получается Сейчас мы разберем Вот сначала с четырьмя вершинами Как я сказал, что можно перерисовать так Что ребра не пересекаются И вот, в частности, вот эту карту мы уже видели Пример политической карты Три стороны окружают четвертую Где четыре цвета нужно для раскраски А с пятью полный граф С пятью вершинами, к сожалению, в виде контр-примера не годится Поскольку есть критерии Таких критерий Графов, которые можно нарисовать плоскими Их можно нарисовать плоскими Тогда и только тогда Когда они не содержат Вот я сейчас расшифрую Что я имею в виду Подграфов В каком-то смысле похожих Вот на два таких специфических графа К5 и К33 Они имеют такое значение Ну, пять это пять вершин К это полный граф То есть полный граф с N вершинами Обозначается КН Это означает Это означает Что, в частности, вот этот К5 Не может быть представлен в виде политической карты То есть пять стран Расположить так, чтобы они были соседние Соседи в соответствии вот этой схеме Невозможно Похоже, здесь имеется в виду следующее С точностью доразбиения ребер На цепочку ребер То есть, если взять, скажем, здесь ребро 1-2 И разбить последовательно вершинами Не добавляя никаких новых ребер А просто в цепочку превращая Такие графы тоже не могут быть плоскими Ну и в частности все Давайте вернемся к полным графам Начиная с пятерки И полный граф с шестью вершинами Семью и так далее Тоже не могут быть плоскими Просто потому, что они содержат в качестве подграфов Маленькие То есть, К5 содержится здесь Вот если одну вершину удалить Здесь все ребра удалить То как раз он здесь вот содержится Немножко видоизмененный Поэтому в качестве примера они не годятся Но теперь мы, по крайней мере, примерно представляем Что из себя представляют плоские графы То есть, они не содержат вот таких подграфов Ну, в частности, про КТ-3 давайте еще скажем Это двудольный граф, как я говорил Вершины разбиты на две дольки Так что никакие две вершины в одной дольке Не соединены ребром Но он еще, почему обозначается К Он еще является полным 3-3, понятно, почему Потому что две дольки Здесь три вершины, здесь три вершины И любая вершина из одной дольки Соединяется с любой вершиной из другой дольки Поэтому полный Всевозможные соединения здесь присутствуют То есть, в случае, когда у нас достаточно мало вершин Но очень много связей На карте резовать невозможно Политическая карта Ну, давайте немножко про историю Первоначально Эту проблему было заменчено Сформулировано Фрэнсисом Гутрием В 1852 году Достаточно давно Он, будучи еще студентом Изучал карты И раскрашивал колонии Англии И при раскраске Вот заметил такую особенность Что есть такой вариант Когда три краски недостаточно Необходимо использовать четвертую Но при этом он не мог найти никак Вариант, когда было бы необходимо Воспользоваться пятой краской Его учитель Де Морган Написал Вот есть письмо Гамильтону Кто изучал теорию графов Он знает, что есть Эллеровы циклы И графы И Гамильтону Вот Гамильтон Как раз тот самый Гамильтон Он ему пишет Что один мой студент Он имеет в виду как раз этого Гутри Спрашивает его Про раскраску графов А именно Что если вот будет у нас некая фигура Вот он здесь даже два раза Вот она И вот здесь тоже Некая фигура Такое, что вот как на рисунке показано Так что если соседние области Покрашены в разные цвета Здесь достаточно Здесь приходится четыре цвета использовать Но больше не получается И здесь вот он расшифровывает Некоторыми рассуждениями Картинки рисует Что никак не получается Но здесь еще он пишет Что его студент спрашивает Что известно на данный момент Они поняли, что эта задача достаточно сложная Интересная И она была опубликована в 54-м году Эта проблема Были множество попыток решить эту проблему Но каждый раз они были ошибочные В 1878-79 годах Были попытки Но там были обнаружены ошибки Но они прошли не зря На одной из таких неправильных доказательств Были интересные идеи Которые Джон Хивуд Использовал, чтобы доказать Что можно достаточно пять цветов То есть каждый плоский граф Можно раскрасить в пять цветов Так как вот нам надо Чтобы соседние вершины были в пять Были покрашены в разные цвета В четыре не получается Но пять точно достаточно Три недостаточно Три недостаточно Пять достаточно Достаточно четыре А пять по-прежнему Это осталось Открытым вопросом Решение проблемы Решение проблемы было найдено Еще спустя почти 90 лет Двумя американскими математиками Кеннетом Аппелем И Вольфганом Экином Вот их портреты Решение этой проблемы Был найден в 1976 году И действительно положительное Действительно достаточно четыре цвета Но решение очень-очень сложное Вот тут у меня есть книга Вот она Вот ее толщина Это доказательство этой проблемы Как вы сейчас убедились Что проблема понятна Даже любому школьнику Но чтобы ее решить Вот сколько нужно написать При этом Очень интересный факт Что Это впервые было сделано Математическое решение Сопровождалось Использованием компьютера А именно Они нашли Ну так если в двух словах Они сначала доказали Что Есть некая Некий пример Карт Состоящий из 1936 Различных карт Которые одна в другом Не содержится И так что если И что контрпример Контрпример Не может там содержаться А потом они Они этот Пример вот этот Проверили на компьютере Это достаточно громоздкая 1936 карт Перебор был Проделан Но Общий случай Они используя этот пример Уже аналитически доказали Но Поскольку это был первый случай Естественно Математическая общественность Немножко возмутилась Получается Что-то доказал человек А что-то доказал компьютер Но Мы такой пример еще В предыдущей лекции слышали Когда Была найдена константа И утверждалось Что долго этой константы Можно проверить Но вот Этот случай Состоялся раньше Это был первый случай Были попытки упростить Это доказательство Но каждый раз Все равно Несмотря на то что Аналитическая часть Упрощалась Все равно Требовалось Использование компьютера И до сих пор Невозможно избавиться Нет такого примера Нет доказательств На данный момент Времени Которые бы Не использовал компьютер Все равно Необходимо Какое-то количество Вариантов проверить На компьютере Ну вручную Их проверить невозможно Слишком большой объем Немножко Про три цвета Мы с вами Раньше узнали Про то что Есть описание Графов Которые можно Покрасить В два цвета Это граф Который не содержит Циклов Нечетной длины А есть ли Описание Для графов Которые можно Покрасить Только в три цвета Ну вот Такого к сожалению Критерия нет Но была попытка Написать алгоритм Который бы По любому Заданному графу Определял Достаточно Там три цвета Или нет Но даже если Ограничиться Только плоскими Графами Мы теперь Уже выяснили Что там Достаточно Четыре цвета Даже если Ограничиться Ими Все равно Такой алгоритм Был бы НП полный Вот Проблема ПНП полноты Проблема НП не равно НП уже звучало Я вкратце Может быть Скажу Значит Что такое П-класс Это Класс алгоритмов Которые достаточно Быстро на компьютере За полиминальное время Это значит П П означает Полином Достаточно Быстро решаются НП Это почти Полиминальное То есть Они Почти Сводятся К быстрым алгоритмам Но Но нет То есть НП полная Это значит Она Самая сложная У всех НП проблем И На данный момент Времени Ее на компьютере Реализовать Невозможно Так что Точнее Возможно Но Время затратится Несоземлемо Больше Скажем Человеческой жизни А проблема П не равна НП Как раз Заключается Можно ли Вот такие Сложные алгоритмы Упростить Она Эта проблема Неизвестна Но пока Пока мы не знаем П равно Или не равно Это означает Что у нас Нет быстрого Достаточно Быстрого алгоритма Который бы проверял По заданному графу Можно ли В три цвета Раскрасить Или нельзя Сделаю Небольшой Отступ В сторону Разных Сложных поверхностей Мы пока До этого Рассматривали Только карты В общем-то На плоскости Но мы Знаем Что наша Планета Не плоская Это сфера Но достаточно Быстро Это было Замечено Что Это равносильно Раскраске Карте На плоскости То есть Если у вас Есть Планета И политическая Некая карта На планете То Вы ее Всегда можете Развернуть В плоскую И решать Проблемы На плоской А как быть С другими Некоторыми Известными Объектами В принципе Математики Изучили Все Достаточно Популярные Трехмерные Объекты Вот мы Рассмотрим Два из них Первый Это лист Мебиуса В общем Все Примерно Представляют Что это Такое Но Если нет На рисунке Еще можно Понять Вы просто Берете Листочек Скручиваете И склеиваете Концы Оказывается На такой Поверхности Оптимальное Количество Шесть Цветов Это было Достаточно Быстро Показано Но я Здесь Авторов Не пишу Просто Это Было Результатом Большого Количества Авторов По кусочкам Они Это Восстанавливали Вот В частности Здесь Непосредственно Приведен Пример Раскраски В шесть Цветов Точнее Пример Здесь Раскраска Тоже Присутствует Пример Разбиения Листомебиуса На Так Скажем Административные Округ На Области Таким Образом Что Пяти Цветов Уже Недостаточно И Это Пример Раскраски Шесть Цветов Здесь Приведен Ну и Было Доказано Что Шесть Всегда Достаточно Это Было Сделано Еще Ранее Если Рассмотреть Тор Всем Известный Бублик То Здесь Ситуация Еще Хуже Здесь Семь Цветов Надо Здесь Приведены Примеры Как Нужно Разбить Тор На Области Чтобы Убедиться В том Что Шесть Цветов Недостаточно Здесь Показано Как Надо Склеивать Его Как Его Надо Разделить На Области Как Склеить Чтобы Получился Тор И Приведена Соответственно Раскраска Семи Достаточно Шести Недостаточно Семи Всегда Достаточно Тоже Это было Показано Разными Авторами Ну и Одно Применение Я вам покажу Где Можно Применить Раскраску Графов Непосредственно На практике Предположим У вас есть Две Группы Учащихся Группа А и Группа Б И у вас Есть Несколько Предметов Вы Составляете Расписание И хотите Естественно Оптимальное Расписание Составить Но у вас Есть Некоторые Условия Например У вас Есть Педагог Который Одновременно Читает И алгебру И геометрию Соответственно Группе А Он Одновременно В одно В одно Время Вы не можете Поставить Алгебру Геометрию Ну выходя За рамки Примера Можно еще Такие условия Ограничения Нанести В одной Тоже Аудитории Невозможно Скажем Проводить Если у вас Есть Один Компьютерный Класс Вы не Можете Там Два Занятия Одновременно Проводить И вот У вас Есть Ряд Ограничений А Буквка А А Алгебра Г Геометрия И история Т Труд Вы Расставили Вершины И соединяете В том Случай Когда Нельзя Я подчеркиваю Нельзя Их ставить Одновременно Вот Нельзя Одновременно Алгебру И первой И второй Группе Читать Ну Это Если о школьном И говорим В одну Водную аудиторию Они не влезают Алгебру С геометрией Нельзя Одновременно Потому что Это один Тот же Педагог Он не может Разорваться Нельзя Одновременно Первой группе И алгебру И труд Да Они должны По очереди И вот Вы расставили Ребра В тех случаях Когда нельзя Получившийся граф Вы раскрасили В разные цвета Но в данном случае Здесь Цифрами обозначено По следующему Словию Соседние вершины Должны быть Покрашены В разный цвет Вот например Эти вершины Можно покрасить В первой Они не соединены Здесь во второй Третий Четыре И четвертый Четыре цвета Достаточно Как мы знаем Ну правда Не всегда Здесь Граф Вообще говоря Не плоский И что мы делаем Мы берем Мы берем Там где единичка Там где единички Соответствующие им Предметы Это первый урок Вот тут единичка Стоит Значит Первый урок Первая группа Алгебра Вот мы здесь написали Здесь тоже единичка Значит первым уроком У второй группы Труд Вот мы здесь написали Труд Цвет номер два Вот два вершина Они соответствуют Значит у первой группы Труд У второй Алгебра Вот мы написали Второй урок Труд Алгебра Ну и так далее Третий цвет Соответствует Значит История геометрии И четвертый цвет Соответствует Геометрии История Вот мы составили Расписание Достаточно Быстро И легко Все Спасибо 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 Спасибо